Президент Аргентины Маурисио Макри, несмотря на поражение в праймере с той из предварительных президентских выборах, всё равно обещает победить. Инвесторы обеспокоены результатами недавнего голосования, согласно которым кандидат от оппозиции Альберто Фернандес получил поддержку более 47% избирателей. Макри же набрал только около 30%. В результате курс аргентинской валюты обрушился на 30%, составив почти 60 песо за доллар. Альберто Фернандес представляет старые пиранистские силы. Он идёт в паре с экс-президентом Кристины Фернандес де Киршнар, которая в случае его победы станет вице-президентом. Макри же представляет консервативные силы. Он обещает победить, несмотря на результаты праймерис. «Я верю, что мы перевернём плохие результаты, что мы получим больших голосов в октябре, что позволит нам выйти во второй тур. Большинство из нас не хочет отправляться в прошлое, а хочет усилить демократию и сотрудничество». На улицах Буэнос-Айреса люди выражают обеспокоенность в связи с результатами праймерис. «Не могу поверить, что избиратели предпочитают жильё, преступников и бандитов и не ценят всю проделанную работу. Я просто в бешенстве. Я расстроена, потому что не могу в это поверить». «Похоже, что аргентинцы ничему не научились за эти годы. Думаю, что в правительство вернётся киршниризм в худшем своём проявлении. И это плохо. Но Макри тоже плохой управленец». «У правительства есть два месяца, чтобы изменить политику и попробовать пройти во второй тур». Маурисио Макри проводит рыночную политику. Эксперты опасаются, что его соперники, придя к власти, снова вернут контроль над валютой и движением капитала. «У правительства есть два месяца». Продолжение следует...